здравствуйте сегодня мы с вами на youtube канале енот постригун поговорим снова о китайской машинке поговорим чем же не замечательно чем же неплохи сегодня я хочу с вами поговорить о роторных сетевых машинках как правило это что-то довольно таки дорогое всегда хочется сэкономить давайте посмотрим получится ли сэкономить если заказать эту машинку в китае не так одна из таких довольно распространенных рекомендуемых в интернете моделей это машинка gts 3 восьмерки поставляется на в такой вот непритязательной картонной коробочки является эта модель собственно говоря копий одной из машинок фирмы 3 японской насколько удачная копия ну поговорим чуть позже давайте посмотрим что же у нас в комплекте в комплекте сама тушка машинки нож один на машинке установлен второй нож у нас идет в комплекте ножи как и положено для роторных сетевых машинок быстросъемные стандарта опять что можно отнести к минусам этих ножей на них нет маркировки никакой вообще поэтому непонятно какая длина среза у этих ножей предположительно это нож 1 миллиметр это нож 3 миллиметра предположительно никакой маркировки повторимся здесь нет а также в комплекте имеется 4 насадки 369 12 миллиметров стандартной в общем-то конструкции для насадок ножей стандарта опять кисточка масло и защитный колпачок также есть инструкция которая честно говоря не очень-то помогает инструкция на английском языке есть картинки можно поразглядывать в принципе ничего сложного здесь не написано но тем не менее есть некоторые моменты которые хорошо бы почитать и узнать итак давайте поговорим о плюсах во первых это роторная машинка с мощностью 30 ватт то есть довольно хорошая мощность чем можно стричь любых животных ножи стандарта опять поэтому легко найти аналоги причем не только от какой-то непонятной китайской фирмы но и вполне себе брендовые там мазер остер волк эндис неважно очень много производителей делает эти ножи как я уже тысячу раз говорю и так это то что хорошо также хорошо здесь длинный шнур порядка трех метров гибкие мягкие удобное кольцо для подвешивания в руке лежит в общем то неплохо если включить машинка довольно-таки шумная такой писклявый звук связано это с конструкцией мотора и редуктора передающего движения на нож но тем не менее эта машинка все равно тише чем та же остер 97 либо мазер макс 45 хорошо плюс и мощность ножи опять шнур и цена до цена ниже в разы чем у аналогичных брендовых машинах там моза рендис волк остер но теперь давайте поговорим о минусах первый минус сколько я заказывал этих машинок из китая это не первый раз я рискнул ни разу машинка не пришла мне целый полностью исправно чтобы все было идеально самые распространенные поломки конечно же это сломанные изначально из коробки насадки бог с ним сколы по корпусу часто при транспортировке отламывается кольцо для подвешивания ломаются там мелкие детали на корпусе поскольку это карболит он довольно хрупкий поэтому при транспортировке учитывая то что коробка крайне дешманская низкокачественный картон никакого внутри там наполнение нет очень легко бьется при транспортировке почты дальше что необходимо отметить мотор здесь довольно горячие руку не обжигают при работе потому что есть вентиляция принудительная примерно то же самое как остер 97 лимозер макс 45 но эргономика крайне неудачно если мы беремся плотненько за машинку мы полностью перекрываем окна вентиляции все вот одно окно второе окно это окна на выдув всасывание происходит задней части машинки причем если брендовых машинка машинок там стоит какая-то металлическая сеточка которая фильтрует воздух чтобы туда не попадали волосы здесь никакой фильтрации нет здесь просто дырка дырень здоровенная которая как пылесос будет собирать у нас ошметки волос вентилятор вроде бы крутится но если мы не контролируем хват мы невольно закрываем эти отверстия и все вентиляции нет двигатель может перегреться дальше замечательные китайские ножи из замечательной китайской стали сталь довольно мягкая поэтому сразу же смиритесь с тем что если вы стрижете свое животное часто то очень быстро вам придется этот нож выкинуть и купить себе нормально там индис или мозг не знаю какой-то другой бренд да кроме того будьте готовы к тому что нож придет сразу тупой сразу будет дергать волосы смиритесь дальше машинка старой схемы здесь используется обычный мотор обычные угольные щетки поэтому периодически вам придется эту машинку разбирать для того чтобы во первых вычистить оттуда эти комки волос во вторых чтобы сменить щетки в инструкции приводится у нас схема разборки как разобрать и заменить щетки в принципе дело не хитрое но щетки надо будет еще подобрать где-то там в радиомагазине каком-нибудь в радиодеталях да на радиобарахолке дальше по инструкции каждые 200 часов вам необходимо отвернуть крышку редуктора и смазать редуктор давайте посмотрим что же у нас там под крышкой и так за кадром я поработал немножко обычной крестовой отверткой а сняли мы крышку редуктора и видим сам редуктор а в редуктор у нас набита консистентная смазка по инструкции количество этой смазки не должно превышать одну треть объема редуктора чтобы он не забуксовал качество смазки которая изначально набита на заводе вызывает сомнения как я уже говорил не бывало чтобы приходили эти машинки без косяков вот данная машинка когда я получил с почты забрал открыл коробку включил она вообще практически не шевелилась не очень медленно ходил поводок ножа примерно с той скоростью как я сейчас показываю рукой при том что должен ходить он очень быстро почему данная смазка загустела мне пришлось полностью разбирать машинку старую смазку снимать новую набивать после этого машинка разработалась и начала наконец-таки шевелиться дальше что еще необходимо отметить по конструкции этой машинки здесь используется довольно таки устаревший тип редуктора используется высоко оборотистый мотор который за счет червячной передачи передает на нож свой момент движения и не знаю уж какое у вас образование инженер вы или гуманитарий но червячная передача одна из наименее эффективных у нее очень высокое трение поэтому вот эти вот 30 ватт что есть в машинке они далеко не все доходят до конечного потребителя они далеко не все доходят до ножа значительная часть расходуется на трение в этом узле именно поэтому данная машинка будет слабее чем допустим мозер макс 50 с 24 ватт мотором возможно даже слабее чем энди с мвп с 15 ваттным мотором потому что у них используется другой тип передачи и так давайте попробуем резюмировать стоит ли брать эту машинку и кому стоит брать покупая эту машинку вы всегда рискуете что придет товар не вполне исправный лучшем случае там будут сломаны насадки в худшем случае там машинку вообще придется разбирать перебирать делать так чтобы она наконец-таки зашевелилась кроме того машинка при активной эксплуатации требует повышенного внимания к себе периодически требует разборку с прочисткой коллектора от волос чтобы у вас там не случилась беда ваш мотор не перегрелся и не сгорел кроме того требует регулярную смазку редуктора все это требует времени внимания и я не рекомендую эту машинку покупки грумером которые работают прямо на потоке на потоке которые по несколько часов в день ородуют машинкой купите что-то подороже сэкономьте свое время и нервы данную машинку я могу порекомендовать тем у кого дома там есть одна собачка или котик которую хочется периодически постричь своими силами чтобы чтобы сэкономить на грунт и да при таком раскладе можно купить эту машинку заказать ее откуда-то из китая на алиэкспресс или на другом каком-то сайте но при этом будьте готовы к тому что придет она с дефектами поэтому обязательно распаковывайте все это дело на камеру поставили камеру включили открыли посылку с машинкой посмотрели все тщательно что все работает все целое включили что она шелестит как надо шевелиться все отлично если вдруг какой-то косяк предъявляйте претензию продавцу пускай возвращает вам деньги полностью или частично на этом пожалуй все будут вопросы спрашивайте под этим видео в принципе машинка неплохая но тем не менее надо понимать что это китай со всеми своими прелестями заходите еще на наш youtube-канал енот постригу подписывайтесь чтобы не пропускать новые видео задавайте вопросы заходите в нашу группу вконтакте енот постригу можете спрашивать там не забывайте что у нас есть замечательный магазин енот постригу на этом все пока пока